Урок первый. Задача первая. Запишите в виде числового выражения. Частное, удвоенные разности чисел и утроенной суммы чисел. Давайте найдем сначала делимое. 2 надо умножить на 4,8. И получится 9,6. Теперь давайте найдем делитель. 3 надо умножить на 8,8. И получится 2,4. Если делимое разделить на делитель, получится 4. Задача вторая. Запишите в виде числового равенства. И проверьте, верно ли оно. Сумма чисел 1,3 и 2,5 равна произведению чисел 1,2 умножить на 8,9. Верно ли это равенство? Давайте сначала найдем значение суммы. Надо привести дроби к наименьшему общему знаменателю 15. Первое слагаемое 5,15. Второе 6,15. Значение суммы 11,15. Теперь давайте найдем значение произведения. 1,2 можно представить как 6,5. Записать под единой дробной чертой множители. Сократить на 3. И получится 16,15. 16,15 больше, чем 11,15. Значит, данное равенство неверно. Задача третья. Вычислите, каков порядок выполнения действий. Если есть скобки, в первую очередь выполняются действия в скобках. В первых скобках сначала надо возвести в квадрат. 4 в квадрате 16. Если 1,8 умножить на 16, 16 восьмых это 2. Затем из 2 надо вычесть 4,5. Будет минус 2,5. Минус 2,5 можно записать вот так. Минус 5,2. Затем минус 5,2 надо будет разделить на 1,12. Это все равно, что умножить на 12. Или на 12 первых. Надо будет умножить на 12. Что получится, если выполнить действия во вторых скобках? Складываются числа с разными знаками. Плюс 17 и минус 29. Надо найти разность модулей. У отрицательного числа модуль больше. Значит, в скобках получится минус 12. Прибавить минус 12. Это все равно, что отнять плюс 12. Минус 5,2 надо умножить на 12. Можно сократить на 2. Получится значение произведения минус 30. Минус 30 до минус 12. Сложение чисел с одинаковыми знаками. Модули складываются. Получится минус 42. Задача четвертая. Вычислите. Так, надо найти значение вот в этих скобках. Это делимое. А затем в этих – это делитель. И последним действием будет действие деления. Значение частного 0,4. Минус 1,9. Сложение чисел с разными знаками. Надо найти разность модулей и поставить минус перед этой разностью, потому что отрицательного числа модуль больше. Значит, в скобках будет минус 1,5. Во вторых скобках. 18, если умножить на 1,9, будет 18,9 или 2. К 3 прибавить 2 будет 5. Значит, минус 1,5 надо разделить на 5. Будет минус 0,3. Задача пятая. Вычислите. Так, значение разности. Минус 1,2. Надо умножить на 6. Получится минус 7,2. Можно вот так записать. Теперь давайте найдем значение вот этого частного. В скобках будет минус 0,2. Если 4 разделить на минус 0,2, будет минус 20. Прибавить минус 20 – это все равно, что отнять плюс 20. Теперь давайте выполним сложение вот этих двух отрицательных чисел. Складываются модули. Значит, получится минус 27,2. Так, а теперь надо сложить положительное число с отрицательным. Находится разность модулей. У отрицательного модуль больше. Значит, ответ минус 22. До новых встреч. Продолжение следует...